Вот показать себя для него не столь важно, продемонстрировать свою позицию, свои эмоции. Он больше склонен просто делать определенную работу, быть вовлеченным очень в определенный процесс, но он обладает качеством еще и наблюдателя. То есть он считает себе умение сделать какую-то работу, какой-то аспект, какой-то проект или дело, но при этом он умеет быть наблюдателем. То есть вот это среднее, ближе к высокопосаженной брови показывает, что он все время дистанцию держит, он смотрит, что происходит. И вот уходящая вниз бровь, то есть мышление раз в себя. Вот эта самокритичность, она в нем присутствует, в отличие от Евгения. То есть он более самокритичен. Следующий аспект это более высокий и более широкий лоб. Также присутствует буква М, не явно выраженная, но она здесь есть. Вы можете увидеть, вот она раз и пошла. И высокий лоб, то есть высокий идейный мир. Вот здесь как раз таки на уровне концепции он более выражен. Что он думает, как он думает, как он ощущает мир. Это для него очень важно и он хочет этим поделиться. Вот в этом есть разница. И заметьте, тоже большие глаза, но слегка нависающие веки, но при этом состоящие из двух частей. Первое и второе века, двойной век. То есть смотрите, наблюдение присутствует, но при этом готовность получать обратную связь и давать. То есть вот кто я такой, кто я в этом мире, бровь уходит в себя. Я самокритичен к себе, я хочу попонять себя, оценить себя. При этом пухлые губы. То есть я пробую мир, я хочу его понять. И при этом очень выраженный концептуально-идейный мир. То есть кто я в этом мире, кто мир. То есть человек очень заморочен на самом себе и является немного отстраненным наблюдателем. Я таки знаете, актер, человек на сцене, но при этом человек с грустью, с меланхолией, который говорит, вот он я, но я не достоин быть тем, кем являюсь я. Почему я хочу разобраться в себе, а достоин ли я быть собой. То есть все вокруг себя, он является центром мира, но при этом он критичен к себе. Он хочет понять себя через восприятие общества, публики.